Оля, а мне интересно, про дисплазию что ты думаешь? Это врожденная или приобретенная, скорее? Здесь важно не что я думаю, а что на эту тему говорят эксперты, ортопеды и так далее. А что они говорят? Значит, они говорят, что ряд определенных изменений, делающих собаку в зоне риска по развитию дисплазии, они наследственны. А что разовьется у конкретной собаки, у кого-то этих, скажем так, врожденных параметров, делающих ее в зоне риска, больше. И, соответственно, можно ее хоть ватой обложить, и, к сожалению, риски, что она все равно разовьется. А есть собаки, которые при правильном выращивании, ну, эту дисплазию как болезнь не заработают. Ну, мы примерно так и думаем, да, Яна? Ну, у нас так получается. То есть сейчас, понимаете, это вопрос не в том, что думаю я. Я лично не проводила исследования про дисплазию, да, я читаю там иностранные источники, исследования и так далее. Исследования такие, что есть и врожденный компонент, и компонент связан с выращиванием. Ну, как мой врач говорил, что дисплазия врожденной всего 30%, а остальные уже врачи. Да, я могу точно сказать, что в официальных источниках информации о процентах нет. Оль, ну ты понимаешь, что огромная разница между легкими собаками и тяжелыми? В риск, в плане риска развития? Да. Ну, я бы сказала даже на самом деле не про тяжесть собаки. Если по тяжести вы понимаете не ожирение, а тяжесть костяка. Костяк, мышечная масса. Мышечная масса, по идее, наоборот, держит. Держит, но то, что я наблюдаю у булли, какую картину, булли все-таки, чтобы был с дисплазией 0,0, ну, это большая редкость. И чем тяжелее и мышечные булли, тем выше степень у них дисплазии. Я, тяжелее, ты понимаешь, мышечная? Мышечная. Мышечная, по-нашему делаю, есть собаки, у которых мышечный объем не обуславливается расширением костяка. Ну, булли непропорционально получается. У булли это изначально, понимаете, в чем дело? Чем дальше собака начинает уходить, вот, естественно, анатомия псового, а это тоже же врожденная. Понимаешь, да? Форма крупа, форма тазовых костей, форма вертлужной впадины. Она врожденная. Она реально врожденная. И чем более анатомия собаки неестественна для вида псовые, тем больше этих изменений будет. Ну, соответственно, булли, они, в принципе, для них это породы, это само собой разумеется. Скажем так, я бы назвала это так. Були это порода, требующая аккуратного выращивания. Да. В отличие от пород, с более естественной анатомией. То, о чем мы всегда и говорим. Да, да. Совершенно не сговаривались. Да. Вот. Есть, кстати, такой еще интересный момент, такой достаточно хайповый в наше время. Такой пенхип. Слышали про такое? Нет. А вот это такая очень интересная американская контора существует, но очень давно. Я, честно, сейчас соврать не хочу. Можно даже из 70-х. Ну, не хочу врать, надо перепроверять эту информацию. Давно, короче. Давно. Не важно. Вот. Значит, в США проверками на дисплазию для породных собак в рамках АКС, да, у них заведует контора ОФА, ОФА, Ортопедика Foundation of Animals. Вот. И они, собственно, именно их проверки, они входят в родословные, принимаются АКС и так далее. Вот они этот пенхип так и не признали до сих пор. Хотя создатели пенхипа долгое время позиционировали свое исследование, как ранняя возможность узнать, есть ли у собаки дисплазия. Предрасположенность к дисплазии. Вот смотри, как хитро. Они говорили, что, типа, раннее определение именно, как бы, дисплазии. Потом они стали говорить о риске дисплазии. Вот за то время, что я за ними наблюдаю, они сначала это вот так говорили, потом они это вообще убрали со своего сайта. Потом это у них на сайте опять появилось. Вот, то есть они то убирают, то это... То есть они сами еще... Вот, на самом деле они исследуют лангшити. То есть дословно на русский это расхлябанность суставов. Все-таки одолел подъем. То есть состояние связок тазобедренного сустава. И на самом деле получается какая с ними история. Собака с плохими суставами и с высоким вот этим... Ну, с плохим результатом пенхип скорее будет предрасположена к развитию дисплазии как заболевания. То есть понимаете, есть же, бывают же такие собаки. Это то, что у нас сейчас многие делают тест в 4 месяца для булли на предрасположенность дисплазии. Но по факту, по факту она говорит только о том... Я же тебе просто объясню, что это делается. Как мне наш доктор объяснил, объяснил, Анатолий Иванович. Собака вводится в наркоз, кладется, значит, на рентгеновский стол. Ноги вытягиваются, сюда кладутся эти булы, да, сустава, делается снимок и там уже по процессу высчитывается. Там высчитывается индекс дистракции. Тот же самый процесс делают, да, чтобы... Да, не совсем там индекс дистракции это называется. Оля, а ты была бы заводчиком булли. Как бы ты продавала булли, учитывая, что вот такая сильная предрасположенность дисплазии. Потому что некоторые заводчики булли сразу пишут в договоре, что у щенка дисплазия, чтобы потом из-за того, что неправильно выращивали, не предъявляли претензии заводчику. Прям в договоре пишут, что у щенка дисплазия? Да, уже изначально, потому что слишком у многих она появляется в той или иной степени, потому что собака ходит, потому что собака... Подожди, потому что собака ходит по кафелю, выращивается. Так, стоп, дисплазия как заболевание или что, или степень дисплазии? Потому что собака иногда с дисплазией, например, муть, с дисплазией Д, я таких собак знаю очень мало, но они есть. У них это часто случайная находка. Они бегают от жиллити, прыгают, и они не болеют. А понимаешь, в чем дело? У булли тоже дисплазия – это случайная находка. То есть, либо человек имеет кобеля, допустим, который он вдруг решает предложить кому-то для вязки, или у него поступил запрос, он делает снимки, и вдруг он видит дисплазию и степени Е, и степени Д. При этом собака двигается, прыгает, бегает. И собака двигается прекрасно, и никаких внешне визуальных проблем нету. Но на снимках видна именно эта дисплазия. То есть, практически отсутствие этих даже суставов. Суть вопроса в том, как это прописать в договоре. Но я бы не писала про дисплазию, я бы писала, что не даю гарантии племенной ценности собаке. Отсюда плохие анализы – это не болезнь. Сейчас мы все ветеринары, правильно говорят? Мы не лечим анализы. Просто ветеринары всегда говорят владельцам, что это виноват заводчик. Очень часто. По поводу чего только они не говорят, что виноват заводчик. Оля, а какое у тебя вообще отношение к ветеринарам? У нас в последнее время складывается впечатление, что ветеринары очень заинтересованы, чтобы собаку лечить как можно дольше. Потому что даже аллергию они могут лечить месяцами и делать что угодно, даже операции. А как они месяцами лечат аллергию? Там я не знаю. Пичкай разными таблетками, а вот что-нибудь. Ходите, 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 а делайте анализы. Как ты считаешь, как найти хорошего ветеринара? Какое твое отношение к ветеринарам? Проблема в том, что у меня слишком много собственных ветеринарных знаний. Я по первому визиту уже могу определить, устраивает мне этот ветеринар или нет. Вот и я так же. Разве эту тему, что у вас есть? Вот и я так же. Честно. То есть я вот у меня есть, ну я занимаюсь в том числе с клиентами дрессировкой их собак. У меня есть клиенты, они спрашивают, Могуська, ну пусть подлижет. Пусть подлижет. Сейчас бутылку сопрет и унесет куда-нибудь. Уряд ли. Вот, и они у меня спрашивают, а как? Как определить хорошего дрессировщика, как определить хорошего ветеринара? Как определить хорошего кинолога? Да, а я не знаю, что посоветовать людям, которые не имеют базовых знаний. Я нету готового набора рекомендаций. Я рекомендую обращаться ко мне, а там уже... То есть понимаете еще, в чем ситуация с ветеринарией такая интересная возникает? И я попадала в такие ситуации. То есть бывают состояния, при которых есть 5 вариантов лечения, например. И ветеринар начинает их собаке перебирать. Вариант номер один, вариант номер два. Номер два не помог, номер три. Но чисто случайно получилось, что вариант, который поможет, оказывается пятым. Это случайность. Он приходит к следующему ветеринару и говорит, мы это, это, это пробовали? Потому что он уже 4 варианта попробовал, ему не помогло. Коля, а у нас есть история, сделали собаке операцию, расскажи как. Совершенно ненужную. А людям-то сколько ненужных операций делать? У меня к собаке одной колене поставили диагноз якобы разрыв связок, когда там по факту, скорее всего, никакого разрыва не было, потому что булли, как мне объяснил ортопед, булли есть такая особенность, когда проверяют коленку на разрыв, смотрят, есть ли вот эта люксация, или как она называется, подвижность сустава. Вот, и он был очень удивлен, когда он стал осматривать моих собак, а моих собак у всех подвижность тут вот есть. И он сказал, что, видимо, это породная особенность. Такие связки. Да, что, и поэтому невозможно у булля точно диагностировать именно по этому разрыву связки. Вот, Ян, я сейчас не готова дискутировать о диагностике, но, насколько я знаю, сейчас, по-моему, КТ делают. И просто на КТ смотрят создания связок. Ну, это не везде делают КТ, потому что, ты же понимаешь, как... Ну, операция не дешевая. Ну, не только ПТ. Ну, операция не дешевая. Ну, поэтому, я считаю... И собака сделала эту операцию, собаке в итоге в колени поставили штифты какие-то там вот для фиксации. У собаки пошло отторжение всего этого. В итоге я ее отправила в Москву, сказала, вы вот как хотите, но вам надо ехать в Москву. Если речь идет о разрыве ПКС, то там вообще несколько вариантов есть операции при разрыве ПКС. Вот в том-то и дело, что в итоге собака приехала к нормальному ортопеду, который посмотрел в собаку и сказал, что зачем вообще все это было сделано. Все это вернул в исходное положение, убрал штифты, все, и собака все вылечилась. И собака начала ходить. Это с штифтами, наверное, месяца три. Мучились, антибиотики пить. У були есть даже такая предрасположенность, как бы это реальная история, такое реально было, как разрыв мышцы. Но это не только у були. Не только у були? Не только у були. Вот. И там вот очень долго эту собаку тоже диагностировали, долго не могли понять вообще в чем дело, пока они пришли к нормальному толковому врачу, который нашел эту проблему, и там все это быстро... Это не только у були, это у многих отжилите, например, как вид спорта. Это очень травматичный в плане разрыва мышц. А вот допустим... Классно, да? Не, когда чужие, это так умиляет. А вот допустим, у були есть такая проблема, как аутоиммунная проблема. Вот у були... Это не породные проблемы изначально, это проблема, в принципе, любого живого организма. У любого живого организма могут быть аутоиммунные заболевания. Но у були почему-то встречается достаточно часто. Скажем так, предрасположенность к тем или иным аутоиммункам, она и может иметь, как это называется, семейственность. То есть это же касается не только породы, есть же как бы семейство собак беспородных, например, у которых тоже может приятно. Поэтому это обычно называют семейственностью, линейностью. А у були нету. Но это живые организмы, и отдельных собак с какими-то аутоиммунными заболеваниями я знаю. И было бы нечестно говорить, что нет, не бывает. Это может быть так же, как любой, кто будет рассказывать, в нашей породе не бывает эпилепсии. Так не бывает. Эпилепсия может в принципе... Она в принципе есть у псовых, и она может случиться у любой собаки, потому что она собака. Вот. Просто есть породы, где есть эта проблема, а есть породы, где это случается спородически. А еще у були, допустим, частая породная проблема – это врожденные пороки сердца. У муди. Ну, у муди сердце это... Ну, нет. Все в порядке. А что тогда может быть такое у муди, что они тестируются генетически, но оно все-таки присутствует? Значит, из... Понимаете, если я сейчас скажу, что у муди есть пателла, все подумают, что это чуть ли не йорк с выпадающими коленями. Про пателлу мы и не говорим, потому что пателла может быть абсолютно у любой породы. Ну, скажем так, когда я смотрела, например, статистику по гладким колли, у них все-таки ее гораздо меньше. Ну, пателла это... Ну, может, это не то, что я хочу услышать. Вот. Хорошо, ладно, ты меня натолкни на мысль, что ты хочешь услышать. Хорошо. Та же эпилепсия, допустим. Эпилепсия в муди есть пара линий, по которым случается эпилепсия. Но количество собак с эпилепсией несопоставимо мало даже там. Я сейчас, если начну называть породы, где ее много, наверняка придет куча защитников. Это породы. Ну, как всегда. Да, и рассказывают. Где больше всего? Я не знаю, где больше всего. У меня ряд пород, и я, например, даже у меня есть собакопороды, где эпилепсии на порядке. Больше просто, просто на порядки. То есть, не знаю, 100, там, в 200 раз больше. 300. Вот.